Виктория Николаевна – ребенок войны. Ей 80 лет. До недавнего времени справлялась по дому самостоятельно. Но в 2000 году травмировала ногу. Перелом сросся неправильно. Итог – гангрена. Сейчас женщина в инвалидном кресле. Уже три года ей помогает социальный работник. И только иногда забегает единственный внук. Мы на день рождения с ней вместе справляем. Так что это очень-очень хорошая женщина. С ней даже можно поделиться и радостью, и горем. Даже по телефону ему звонишь и все рассказываешь. Татьяна Васильевна по образованию геолог. В учреждении социального обслуживания работает уже 18 лет. Ей и самой, ни много ни мало, 62 года. Но она порхает, словно бабочка. И своей энергией готова зарядить каждого. На ее попечении 10 пожилых людей. Каждому нужно купить продукты, накормить, подарить тепло и создать уют в доме. Я не могу даже уже представить. Я даже вот с одроганием думаю, что если я пойду на пенсию, как они будут без меня. Я не знаю. Потому что я привыкла за ними ухаживать. Прибегаешь, и вот я не знаю откуда. Там может быть они. Потому что они все равно добротой, вот этой лаской. Вот мама у меня в Царстве Небесной. Ну в смысле нет мамы, да. И теперь я вообще к ним тянусь. Ну вообще к ним тянусь. Что вот в каждой вижу. И каждой хочется. Я как представляю, что это я маме помогаю. Всего на попечении Центра социального обслуживания находится около 2000 пожилых людей. Работают 13 отделений социального обслуживания. Посещают и ковидных больных, соблюдая все меры предосторожности. Любовь Грудинина, Александр Пахомов, Аист-ТВ.